Возраст не смутил. Меня мужчина налетел. Начал меня бить. Пьяная компания напала на бабушку с внуком. Духовная служба на передовой. А где креститься? Далеко его с позиции не ведешь. Вот там в кустах. Прям видно противника на той стороне, на Риге. В Днепре его крестили. Нижнекамский священник два месяца причащал бойцов. Стена героев. Сухаревцы увековечили имена своих односельчан, участвовавших в специальной военной операции. На телеканале НТР-24 программа новости Нижнекамска. В студии Алмас Кашаев. Здравствуйте. Оказалось в больнице после замечания. Вопиющий случай произошел в подъезде дома Тихолея-6. Бабушка с внуком отправились на прогулку. На лестничной площадке на них напала нетрезвая пара. Пенсионерка всего-то попросила их найти другое место для распития спиртного. В результате у женщины диагностировали сотрясение головного мозга. Я вот тут стояла, он очень сильно кричал. Я вот не знаю, как его успокаивает. И они меня вот тут бьют. Месяц вот на это нести. В тот день бабушка вспоминается слезами на глазах. После встречи с нетрезвыми у Нижнекамки под правым глазом большой синяк. Она попросила не показывать лица, но согласилась рассказать, как все было. В новогодние каникулы 7 января она с трехлетним внуком пошла на прогулку. Дойдя до второго этажа, они увидели мужчину и женщину средних лет, которые пили алкоголь. Ну замечание сделала, мужчина вроде стал собирать в пакеты все это. И стал как бы выходить. Женщина такая остановилась. Внук, мы вот тут спустились вот так вот. И внук сказал, фу, как пахнет противно. И она накинулась на ребенка. Накинулась ребенка, я ее так оттолкнула. Этого было достаточно, чтобы нетрезвые личности пришли в ярость. Бабушка рассказывает, пьяная женщина пыталась то пнуть малыша, то ударить. Бабушка его закрывала с собой и отмахивалась от нападающей. Ну я на лету поймала у нее ногу. Она этим моментом-то упала. Ну пьяная же она была. То, что она упала, на меня мужчина налетел. Начал меня бить, по голове ударила, ударил. У меня ребенок плачет. Трехлетний мальчик испугался за бабушку и не успокаивался. Плакал. А пожилая женщина отбивалась уже не только от пьяной мадам, но и ее ухажера. Я ее целую, отталкивать она меня. Ну замолз схватила. Мне больно стало. Я стала сопротивляться. И как у нее палец в рот попал, не знаю, она стала мне палец кусать. Все случилось в одном из подъездов дома «Тихая аллея-6». Бабушка стала звать на помощь, но на ее крики соседи не вышли. Правда, это отпугнуло нападавших. Нетрезвая парочка выскочила из подъезда. Их засняла камера наружного наблюдения. Пошатывающейся походкой они скрылись из поля зрения. Женщина вызвала скорую и полицию. В результате она оказалась в больнице с отрясением мозга и множественными гематомами. По данному факту в Управлении МВД России по Нижнекамскому району проводится проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести нанесенного вреда здоровью потерпевшей. Проводятся мероприятия по установлению личности подозреваемых. Пролежав неделю в больнице, женщину выписали. Во время нападения нетрезвым так и не удалось физически задеть ребенка. Бабушка его смогла защитить. Но задели морально. Мальчик сильно напуган. Меня внук боится, тот находится или на улице кого-то увидит. Двое похожих, да, наверное? Ну даже два мужчины стоят, например, да, а он говорит, что там дяденьки плохие. Меня сейчас по носу дадут, тебе сейчас по носу дадут. В УВД говорят, в подобных ситуациях не нужно делать замечания пьяным гражданам. Это опасно. Лучше не вступать с ними в разговор, а вызвать сотрудников полиции. Светлана Шумкова, Александр Лихачев, Новости НТР. Подмерзшая дорога оказалась непреодолимым испытанием для большегруза. В Нижнекамском районе тягач с цистерной оказался в кювете. Видео с места опубликовали в социальных сетях. На записи видно, что автоцистерна лежит на боку вдоль дороги. Произошло это на трассе Чистополь-Нижнекамс, недалеко от села Шереметьевка. По словам сотрудников ГИБДД, водитель не справился с управлением в данной аварии. Никто не пострадал. Богослужения, исповеди, причастия и даже обряды крещения. Священнослужитель Ростислав Икрамов вернулся в Нижнекамск после очередной поездки на Донбасс. Это миссия в зону специальной военной операции. Для него четвертая и самая продолжительная. Почти два месяца он оказывал помощь нашим бойцам. В первую очередь, конечно, духовную. Почти 60 дней командировки позади. Отец Ростислав снова встречает нас в своем родном храме в поселке Афанасово. В зоне СВО священнослужитель бывает регулярно. Но эта четвертая поездка стала самой продолжительной. Два месяца он находился на запорожском направлении. Как говорит отец Ростислав, в основном оказывал духовную поддержку нашим бойцам. Служили, литургии, причащали ребят, исповедовали, крестили, беседовали. Ну и, естественно, развозили гуманитарную помощь по подразделениям. Работали как и с контрактниками, с мобилизованными, с Z-военнослужащими, так называемыми. В общем, поездка была плодотворная. Во время поездки от СВО удалось увидеть и наших земляков. Встретил ребят из Альметьевска, Нур-Лата и, конечно, Нижнекамска. Но не только эти встречи запомнились священнослужителю. Одного из бойцов он крестил прямо на берегу Днепра. А где крестить? Далеко его с позиции не введешь. Вот там в кустах, прям видно противника на том стороне береги. В Днепре его крестили. Ну такой вот случай. Даже если ради одного человека, если один человек просит покреститься, проделать 300-400 километров по фронту, я думаю, это целесообразно. Удалось во время поездки открыть и очередной опорный пункт. Это место, где священнослужитель может разместиться во время поездки. Сейчас у отца Ростислава уже нет сомнений в том, что представители церкви в зоне СВО очень необходимы. Присутствие священника, оно влияет на морально-волевые качества подразделения. И уже когда ты здесь находишься, собираешься, только планируешь следующую командировку, уже звонят командиры, спрашивают, батюшка, когда вы к нам приедете, давайте мы обеспечим вам дорогу, обеспечим все необходимое. Несмотря на то, что отец Ростислав только приехал, он уже готовится к новой духовной миссии. Она, кстати, состоится уже совсем скоро. Александр Халин, Александр Лихачев, Новости НТР. Почтили память тех, кто погиб на специальной военной операции и увековечили их имена. В Сухаревской сельской школе открыли стенд, посвященный Ивану Калашникову и Алексею Концову. На церемонии присутствовали родные, друзья и односельчане. Пусть их короткая жизнь и подвиг станут для нас всех нравственным уроком. Решение увековечить память Ивана Калашникова и Алексея Концова в стенах. Школа была не случайным. Именно сюда они пришли не смышленными мальчишками в первый класс. Грызли гранит науки, росли и стали настоящими мужчинами, которые не побоялись и отправились защищать родину. Калашников Иван Андреевич погиб 14 августа 2022 года при исполнении воинских обязанностей на СВО на территории Украины. Глубно гражден медалями за возвращение Крыма и за боевые отличия. Иван был честным, справедливым, трудолюбивым человеком. Оставил о себе добрую память в сердцах односельчан, друзей и родных. Что бы ни случилось, где-то нужна бы была помощь, ребята, вот эти ребята всегда были впереди. Кто, если не мы. Так они сделали и в ту трудную минуту. Мать Ивана Калашникова говорит, что ее сын был старшим в семье. Когда отец уезжал в рейс, он был за главного, настоящей опорой. С детства разговаривали с ним на равных, учили быть справедливым. Таким он и вырос. В Сухаревской школе сейчас учится его младший брат. Стенд памяти будет напоминать всем о героическом подвиге ее 31-летнего сына, уверена мать. Гордимся им, что именно встал на защиту в тот день 24-го, что не пустили они этих врагов сюда, что мы живем под мирным небом, не вздрагиваем, не слышим этих взрывов и не смотримся в небо. Увековечить обязательно нужно было это, потому что это пример для молодежи, во-первых, для воспитания, то, что вот, да, защита Родины, защитники Родины, чтобы брали с него пример, ну и что его помнят. Это же очень важно, чтобы он погиб ради мира на земле. В зоне СВО погиб и Алексей Концов. 37-летний житель Сухарева был разведчиком и всегда находился на передовой. Отец говорит, что он гордится смелостью своего сына. Он для него всегда будет героем. Важно то, что никто его не забывает, ни одни встречания, ни жители деревни. Всем спасибо. Всем солдатам спасибо, кто защищает нас. Вы герои. После открытия мемориала в честь Ивана Калашникова в школе прошел турнир по волейболу. В команды вошли все те, кто с ним жил, работал, учился и дружил. Сухарева помогают своим героям, односельчанам и их родственникам. У нас очень хорошо организована работа по снабжению наших ребят. Мы точно отправляем им посылки. Поэтому в стороне никто не остается. Мы все миром. Мы частицы нашей победы. И победа будет за нами. Мы в это верим и надеемся. В марте планируют провести турнир по биатлону. Он будет посвящен памяти Алексея Концова. Вера Муратова, Рафель Ракипов, Новости НТР. Представились сотрудниками компании сотовой связи и обманом завладели деньгами. В полицию с заявлениями обратились два жителя Нижнекамска. Они попались на старую мошенническую схему. Их обоих напугали тем, что якобы неизвестные лица пытаются оформить на них кредит. Потерпевшие в надежде сохранить сбережения теряли бдительность и диктовали мошенникам цифры, которые приходили к ним в смс-сообщениях. Злоумышленники получили доступ к личным данным и в первом случае списали с кредитки почти 300 тысяч рублей, а во втором жертва сама перевела деньги в размере 140 тысяч. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан-24. Православные отмечают святки. В эти дни принято каледовать, ходить в гости или принимать их за накрытым столом. Активно проводят этот праздник крещенные татары Нижнекамска. В оригинальных нарядах, с музыкой и песнями они ходили по гостям, зашли и к семье Кузнецовых, которые живут в деревне Балчаклы. Хозяева же, в свою очередь, накормили гостей и дали гостинцев. Татары этот обряд называют Нардуган. Мы очень рады таким гостям. Они в наш дом принесли праздник, позитивную атмосферу. У нас так весело стало их в душе. И они такие положительные, позитивные, такие добрые пожелания нам пожелали. Это вот того и стоит же. Во славу Божию все делается это. Мы очень рады. Верен своим традициям и нежникамид Сергей Шаров. Много лет он приходит поздравить коллектив НТР со Старым Новым Годом. Обязательно в костюме Деда Мороза, с подарками и угощениями. В этом году, кроме Снегурочки, он привел с собой и Бабу-Ягу. О том, как все прошло, в материале нашего корреспондента. Слава Богу! Спасибо! Спасибо! Дед Мороз пришел в телекомпанию со своей свитой. Помочь пенсионеру вызвались председатель СТОС и жительница восьмого квартала. Сотрудники НТР встретили гостя в центральном холле. Волшебник сразу же закружил всех в хороводе. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Сергей Шаров. Вот кто прячется под маской Деда Мороза. Так необычно, как в детстве Нижнекамец поздравляет работников телекомпании уже много лет. Как и положено, не обошлось без стихотворений. Каждый, кто рассказал четверостишье, получал от дедушки конфеты. Дед Мороз пришел живой. Борода-то, борода, а на шапке-то звезда. На носу-то крапины, а глаза-то папины. Бабьяга, Снегурочка, Дедушка Мороз уверены, что радости такие мгновения нужны не только детям, но и взрослым. Именно поэтому каждый год они торопятся к нам дарить хорошее настроение. Люблю за ваши красивые очерки в газетах. Вот. За вас, за вашу доброту никогда не отказывайте. Никогда не отказывайте. Ну, и как бы по соседству живем все-таки. А соседи должны быть все друзьями. Желаем всего-всего самого хорошего, здоровья, всех благ, мира на земле. Но и всегда оставаться ближе друг к другу, соответственно, и побольше взаимопонимания. В конце встречи Сергей Шаров накормил всех своим шедевром – салатом в виде дракона. Кстати, каждый год он готовит новое блюдо. Вера Муратова, Александр Лихачев, Новости НТР. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. И вот еще темы для второй части выпуска. Стальные руки и характер. До России перенес операцию, но восстановился и выступил достойно. Нижникан стал площадкой для проведения престижного турнира по армрестлингу. Не просто матч, а шоу. Принципиальную встречу татарстанских команд провели под эгидой «Между нами химия». Стальные руки и железный характер. Нижникамск в эти выходные стал местом проведения чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по армрестлингу. Эти соревнования входят в тройку самых представительных турниров России. В этом году схватки проходили в обновленном спортивном зале «Факел». Спортсмены соревновались в 14 весовых категориях, которые были разбиты на 4 возрастные группы. Меняются спортсмены, их количество, место проведения турнира. Неизменно лишь одно – торжественный парад участников. Именно он открыл чемпионат и первенство ПФО по армрестлингу. Соблюдая все традиции, а это исполнение гимнов, слова почетных гостей, организаторы перешли к церемонии награждения. Значки мастеров спорта были вручены трем спортсменам. Один из них – нижнекамец Ярослав Куликов. Безумно рада. Это не только моя мечта, но и мечта родителей. Мама тоже в свое время занималась, но, наверное, все нереализованные мечты во мне показались. Ну, рад, очень рад. Долго к этому шел. Очень трудно. Еще до России перенес операцию, но восстановился и выступил достойно. На домашнем турнире Ярослав Куликов, конечно, настраивался только на победу. Впрочем, как и все спортсмены сборной Татарстана. В этом году конкуренцию представителям нашей республики составляли участники из 10 регионов по Волжье. Организаторы насчитали более 400 претендентов на награды. Именно высочайшую конкуренцию в первую очередь отметил президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов. Чемпионат Приволжского федерального округа – это третий после чемпионата России, перенеса России по конкурентности соревнования. То есть люди, которые на этих соревнованиях входят в тройку, можно сказать, гарантируют себе медали на чемпионате перенеса России. Такая конкуренция здесь. Огромное количество участников. Сами же соревнования были разбиты на два дня. В первой спортсмены боролись на левой руке, во второй – на правой. Напряжение, которое царило в спортивном зале «Факел», словами передать практически невозможно. Невероятную силу и железный характер демонстрировали не только юноши и мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Одна из них – Азалия Хабибулина. Мне очень нравится. Хочу дойти до цели. У меня есть цель, чтобы КМС занять, первые места занимать, стать чемпионкой. Добиться победы, конечно, хотят все, но не у каждого это получается. Так, на прошедшем турнире нежникамцы смогли завоевать 14 медалей, 9 из которых – золотые. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Нефтехимическое шоу, креативный мастер-класс и розыгрыш поездки в дом полимеров на ВДНХ. Накануне в Ледовом дворце «Нефтехим-арена» состоялся матч между нефтехимиком и Акбарсом. Запомнится он болельщикам не только напряженной игрой, но и нефтехимической повесткой. Отсюда и название матча «Между нами химия». Все подробности в сюжете далее. Перед началом матча уже в холле ледовой арены болельщиков встречали сказочные персонажи – Гринч и Лосенок. Сфотографироваться можно было даже с главным химиком Дмитрием Менделеевым. А на втором этаже зрители могли попытать удачу и определить на ощупь продукты нефтехимии. Что-то такое силиконовое, мягкое, такое приятное, похоже, как свеча. Когда конкурсы есть, приятно, как-то праздник, праздник такой для нас. Приходишь, не просто там даже матч посмотреть, да, перед этим как-то, знаете, такой, подготовка у тебя-то такая праздничная, вот, и приятно. Тематика хоккейной встречи «Между нами химия», которая прошла при поддержке нижнекамского предприятия «Сибура». Ее цель – не только поболеть за любимую команду, но и вовлечь людей в новые знания о химии, заинтересовать их в изучении нефтехимии. Татарстанское дерби «Нефтехимик» как «Барс» запомнилось болельщикам напряженной игрой на протяжении всего матча. Несмотря на то, что казанские «Барсы» смогли забить ворота нижнекамцев гол на первых минутах матча, нефтехимики активно старались выровнять счет. Матчи между нефтехимикой и «Акбарсом» – это особые матчи в истории нашего календаря, в истории нашего города, нашей республики. Они приковывают внимание всех жителей республики, поэтому мы готовимся к ним по-особенному. И сегодняшний матч будет называться «Между нами химия». Химия между клубами, между жителями, между компаниями, между фанатами, которые приезжают. И спасибо большое компании «Жекамс» и «Нефтехим» за организацию мероприятий, связанных с этим праздником. Сухой лед, жидкий азот, немного волшебства и, как результат, настоящее химическое шоу. Готов? Да. Три, два, один. Не горячо? Нормально? Нет, холодно. Если бы я рукав вообще не убрал, то могло бы рукав поджечься. Ну, мне на пальце это не больно. Здесь же, в холле арены, юные болельщики могли собрать для себя брелки с использованием гранул пластика. Это помогает не только развивать мелкую моторику, но и знакомит с продукцией предприятия. Это знакомство с теми предметами, которые нас окружают, но уже с другой стороны, потому что, на самом деле, 8 из 10 предметов, которые нас окружают, сделаны из полимерных материалов. И конкретно, конечно же, большая часть – это полимеры компании «Сибор». Между нами химия объединяет наши проекты, которые у нас реализуются в сети интернет. Это большой сайт, который посвящен Нижнекамску, посвящен Казани, посвящен отрасли. Это запуски наших нефтехимических трамваев, это муралы, которые появляются в наших городах. Испытать удачу желающие могли в социальных сетях Нижнекамск-Нефтехима и на самом соревновании. В списке призов брендированные свитшоты, билеты на матч, календари, фирменные шайбы и плакаты с автографами любимой команды. Главный приз – поездка в Москву в Центр нефтехимии России – дом полимеров «Сибора». Путем случайного подбора чисел путевка в столицу на двоих досталась Лейсан Софиной, болельщице из Нижнекамска. Планировали съездить, но времени катастрофически не хватает. Сейчас, если выпал такой шанс, я прихожу в каком-то шоке, неожиданно никогда не выигрывала ни в какие лотереи. А тут просто супер. Спасибо большое спонсорам, которые подарили нам такую возможность. С кем поедете? С супругом. Химия и непередаваемые эмоции сопровождали команды и болельщиков все три периода. Хоккейный матч «Нефтехимик-Акбарс» завершился со счетом 1-0 в пользу казанских барсов. Светлана Шумкова, Александр Лихачев. Новости НТР. Далее информация рекламного характера. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания. С 13 по 18 января в Нижнекамск приезжает ярмарка из Пятигорска. Норковые мутоновые шубы из бобра, каракуля, дубленки. Качественный фабричный пошив наших изделий гарантирует, что новая шубка или дубленка будет радовать вас не один сезон. Вот это бобер у нас идет. Он легкий, облегченный. Есть молодежный, есть по старшим можно надевать. Разные цвета есть. Графит, мока есть, коричневый есть. И в наступающем году мы продолжаем вас радовать приятными акциями. Например, при покупке норковой шубы норковая шапка в подарок. Новинка. На нашей выставке вы сможете приобрести теплые модные мужские и женские унты за 5000 рублей. И это еще не все. При покупке шубы принимаем старые шубы. От 5 до 15 тысяч на мутон, на дубленки, на бобра. От 15 до 30 тысяч идет на норку на скидки. Ярмарка шуб из Пятигорска находится в торговом центре «Бар-3» на первом этаже. Работает с 9 утра и до 18 часов вечера. Оцените первыми эксклюзивные новинки сезона «Зима-2024» от производителя. Александр Халин, Александр Лихачев. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин